В Чаусской новогодней резиденции детей встречают сказочные персонажи. Для ребят здесь не просто праздник, а модный квест по спасению Деда Мороза и Снегурочки от вредной Бабы-Яги. Загадки, танцы и даже настоящие испытания. Их приготовили для детей спасатели из Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы научить безопасному Новому году. МЧС с удовольствием участвует в новогоднем мероприятии, ведь это замечательная возможность рассказать нашим ребятам в игровой форме правила безопасного поведения. Дети, которые приехали на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, из приемных и опекунских семей. Создать для них праздничное настроение – идея организаторов из Белорусского союза женщин. Решили подарить им сказку в преддверии такого чудесного праздника, как Новый год. Что вы желаете этим детям? Чего вы для них хотите, дорогие женщины? Прежде всего, это мира во всем мире. Самое главное – это здоровье для них. Детям понравился праздник, а сам Новый год они планируют отметить дома со своими семьями. Ну, чтобы все были здоровы, долго жили, чтобы все было хорошо. Счастье, здоровье. А что такое счастье? Ну, когда ты улыбаешься, радуешься. В охотничий комплекс лесного хозяйства обычно приезжают отдыхать люди из разных уголков страны. И даже охотники из-за рубежа. Но на границе Старого и Нового года здесь решили создавать сказку для детей, которые верят в Деда Мороза. Дед Мороз – это сказочный герой. И я бы советовал взрослым, не только детям, но и взрослым, мечтать, загадывать желания. И оно обязательно сбудется. Самый популярный персонаж на нынешних новогодних праздниках, безусловно, тигр – восточный символ нового 2022-го. Но в Чаусской волшебной резиденции есть свой символ – рыжий и милый. Символ будущего года. Видите, какой ласковый и такой хороший. Всем, конечно, хочется, чтобы будущий год был таким же добрым. Самое главное – не чихать и не болеть. Здоровье крепкое иметь. И счастье всем. Субтитры создавал DimaTorzok